здравствуйте едва затронув тему парка тайган получаю очень много комментариев и вот один хороший комментарий от хорошего человека человека зина зовут пять минут назад у меня это комментарий решил даже видео сделать прочитать этот комментарий но в каком-то смысле это тоже письмо на тему знаете я же сказал что по тайгану наверное надо побольше делать видео ну чтобы действительно важная тема она важна и для зины и для тех кто иначе смотрит на вещи поэтому ну давайте так сказать действительно не забывать читаю читаю комментарии даже не стала до конца слушать ваш бред ну хотелось бы сказать зине возможно вы лишили себя возможности убедиться в том что пишете потому что как же вы можете делать вывод что это бред если вы не стали слушать может быть та часть которую послушали она была бред а дальше может быть начался совсем не бред не знаю ну вот странно но если не на не стала слушать так не стоило утруждаться писать столь длинное сообщение но я немножко организирую зина наверное все таки действительно для нее это важно поэтому давайте продолжим если не знаете сколько лет гнобят зубкова и его парке какого черта комментируете это письмо я это видео было где комментировал письмо олегу зубкову граждан где он сам себе угрожает по всей видимости по крайней мере все очень голословно и ну собственно говоря пиариться на мой взгляд потому что таких примеров очень много есть блогеры берем борецкий и он сжигал машину есть блогер достаточно серьезно себя просто на этом канал сделал это личное мнение личное мнение такой крупный достаточно канал и он там тоже сжигал машину говорил что сожгли враги то есть но это как бы такой избитый немножко метод ну опять же никого не обвиняю но надо какие-то подтверждения все-таки утверждением о том что тебе угрожает зубков утверждает что ему пришло письмо хоть странное письмо в письме никаких имен а он начал имена какие-то назвать не знаю тут а там к зубков кстати больше вопросов по поводу клеветы ну там о клевете шла речь и итак а ну я ничего не знаю гномят зуб но так расскажите вот я хотел бы к зине обратиться зина расскажите обязательно сколько гномят просто мне попадались видео где приходят иностранцы пишут на английском просто когда видят видео где львы друг друга убивают на потеху публике и они прям пишут и ну только они совершенно корректно они не знают даже где крым скорее всего так что не беспокойтесь проджать землю они вряд ли в курсе обязательно им сообщите на английском языке желательно потому что я переводил и там писали а почему их так много так нельзя так много хищников в одном месте потому что они будут драться то есть ну это провоцирующие условия вот это люди которые не в курсе где прекрасный крым на уши где зубков и вообще они слышали даже во сне изучите досконально его истории согласен помогите мне в этом больше 700 судов прошло это очень странно при том официальном проценте у нас до судебных решений в пользу людей он все время выигрывает да то есть на него подают то есть какие-то оправдать на это прямая приговоры не за опять же подробности то что разница информация где-то он где-то на него тут я этого не знаю но 700 и он на свободе покажите мне еще одного такого человека мне больше результат 700 исков он выигрывает ну это по меньшей мере странно при том официальном проценте у нас от суды почему-то очень любят давать ход скажем так всем жалобам и обвинительные приговоры выносить а здесь какие добрые суды у вас хочется просто порадоваться и в гость приехать 700 судов чаще по высосанным из пальца иском это одна позиция другая может быть ну кто-то дадут что на опять же надо приводить примеры не хочу говорить да не хочу нет не знаю у нас видите одни слова и скажите чей заказ выполняете вот это имеется ввиду что я выполняю заказ усмана я вам отвечу на этот вопрос кстати говоря поэтому и видео делаю у меня действительно есть заказчик усмана и безумца федорова ну вот сразу скажу об усмане еще что-то слышал просто потому что пишут федоров еще пока не ознакомлен с его бабушками вот кстати вы очень близко подошли к теме моего заказчика действительно бабушка действительно бабушка бабушка яковлева это убитая горем бабушка которая давала даже интервью о том как собственно говоря никакой справедливости в мире нет пожилой человек внука она больше никогда не увидит потому что максим яковлев я сейчас по памяти по моему максим яковлев да он никогда не вернется домой потому что его нашли загрызенным на территории парка тайга на этом я заканчиваю если вдруг вы не знали если знаете расскажите мне могу не знать каких-то я подробностей мой заказчик яковлев на этом всем здоровья благ родным близким мудрости ну и чем чем лучше мы и ближе друг другу держимся тем меньше мы теряем близких это собственно говоря памятую историю яковлева давайте собственно говоря помогать друг другу плечом зина зиной будем разговаривать зина расскажите что знаете про яковлева потому что очень странные причины были закрытие дело что он вроде как там выпивала а я видел картинки он съеденный у него до костей съеден скальп например на духом так что зинаида готов диалогу вы на правильном канале здесь и диалогу всегда рады поэтому буду ждать когда вы более ну скажем так подробно будете описывать с чем не согласны что считаете со своей стороны про яковлева конечно в первую очередь потому что мой заказчик и он недоволен не вряд ли вы сможете с ним лично связаться только через зубкова возможно но в любом случае поговорить я готов увидимся